всем привет вы попали на канал антон профит и именно в этом видео вы получите все ответы на свои вопросы по кошельку трезер модель t я расскажу вам как правильно заказать кошелек трезер ти и не попасть при этом на поделку мы сравним визуальное и техническое отличие нескольких моделей трезер я в тонкостях расскажу как настроить кошелек трезер ти с использованием нового веб-интерфейса и приложения трезер сьют о том как правильно зарегистрирует данный кошелек как получить на него любую криптовалюту в которой он поддерживает и отправить ее с него а также о прикольных фишках по кастомизации данного кошелька в общем в этом видео все будет очень подробно а главное доступно для понимания для удобства просмотра под видео будут таймкоды на интересующую вас часть видео сразу же ставь лайк а я начинаю отличим трезер ти от ван я бы сказал что те немного более функциональнее и удобнее по габаритам трезер ти немного больше размер трезер ван составляют 60 на 30 на 6 миллиметров и весит он всего 10 грамм размер трезер ти чуть больше и составляет 64 на 39 и 10 миллиметров толщину и весит 23 грамма трезер ван имеет микро юсб порт от резер ти тайп си порт который является более надежным у трезер ван маленький монокровный дисплей с разрешением 128 на 64 пикселя и управление осуществляется двумя кнопками расположенными на передней панели у трезер ти сенсорный цветной дисплей с разрешением 240 на 240 пикселей все управление кошельком происходит на нем это очень удобно и сенсор работает идеально по начинке у трезер ти стоит более мощный процессор который позволяет ему обрабатывать все транзакции быстрее и если вы манер и собираетесь маять криптовалюту сразу на кошелек тот резер ти подойдет больше по безопасности модель тип более защищенная потому как вся настройка его пин-кода кошелька происходит непосредственно на самом устройстве при работе с трезер ван все эти манипуляции осуществляются на экране вашего компьютера что менее безопасно главное отличие аппарата все же заключается в поддержке ими криптовалют 99 процентов криптовалют поддержат оба кошелька но трезер ти в отличие от резервант поддерживает xrp и us xml тезос кардана и антологи если вам крайне необходимо хранить одну из перечисленных криптовалют на кошельке то выбор для вас очевиден подводя итоги отличие можно сказать что оба кошелька идеально подойдут для хранения вашей криптовалюты просто трезер ти будет работать немного быстрее будет немного безопаснее и удобнее по управлению также он поддерживает большее количество криптовалют что лично для меня стало ключевым фактором при выборе кошелька в любом случае каждый обладатель хоть небольшого количества криптовалюты просто обязан иметь хотя бы один из этих кошельков лично я купил свой первый холодный кошелек когда потерял больше половины биткоина на одной из бирж при взломе так что не повторяйте чужих ошибок ребята напоминаю что ссылки на данные кошельки в официальный магазин в описании и сейчас я расскажу вам как правильно его заказать и не попасть при этом на подделку погнали для того чтобы заказать настоящий неподдельный кошелек трейзер модель те я рекомендую вам заказывать его в официальный магазин ссылка на него есть в описании она будет называться покупаем трезер ти в официальном магазине тут переходим по данной ссылке и попадаем на официальный сайт трезер определяете с выбором нужного вам комплекта я выберу просто модель те и хочу обратить внимание что доставка в среднем занимает 12 14 дней и при этом доставка будет стоить 9 евро если вы будете заказывать больше чем на 250 евро то стоимость доставки составит всего 0 евро определились с той покупкой который хотите совершить нажимаем кнопку continue далее выбираем нашу страну у меня это россия оставляю все как есть нажимаем confirm country далее нам предлагают необходимые аксессуары также можете еще раз подумать нужен ли вам чехол либо кабель для по цене к телефону и нажимаем continue и именно вот здесь ребята у многих происходит ошибка многие заполняют поля неправильно и не в той последовательности и ваша посылка уходит совсем другом направлении заполняем все внимательно как вы видите сейчас все перед собой на экране в поле email обязательно указываем рабочий email от которого у нас есть доступ именно туда придет трек-код с нашей посылки когда ее отправят во втором поле указываем полностью без сокращений своей фамилии имя и отчество в поле фон указываем телефон с кодом меня это плюс 7 и мой номер адрес line 1 указываем свою улицу и дописываем приставку стрит в адрес line 2 указываем свою область у меня это московская область адрес line 3 указываем номер дома корпус если он есть и квартиры и в поле сети мы указываем свой город хочу обратить внимание что вы должны заполнять все это латинскими буквами как у меня поле zip код указываем свой индекс поле company name мы не указываем здесь галочки мы не ставим и спускаемся ниже здесь мы можем выбрать метод оплаты вы также можете оплатить свою покупку криптовалютами но в данный момент мы будем рассматривать самый популярный метод оплаты это дебетовые или кредитные карты большинство пользователей часто возникают ко мне вопросы как же я буду оплачивать евро если у меня рублевая карта ребята не переживайте вы платите свои рублевые она автоматически конвертируется в евро и списывается с вашей карты в рублях выбираем способ оплаты ставим все три галочки и нажимаем place order и pay и открывается стандартное окно для оплаты где мы вводим данные свои карты срок действия карты и свц код который указан нас на обратной стороне карты после этого нажимаем кнопку пэй и дальше у кого как у кого приходит эсэмска банка и вы ее вводите кто-то просто производит оплату и у вас сразу же списываются денежки спустя какое-то время мне на почту приходит р-код по которым я смог отследить свою посылку а еще через несколько дней я получил свою посылку на почте посылка была хорошо запакована упаковка самого кошелька была также качественно запечатана полиэтиленовой пленкой снаружи по вскрытии который нас встречает прикольная магнитная застежка упаковки самого кошелька в отдельной коробочке лежат несколько важных вещей это юсб кабель для подсоединения вашего кошелька компьютеру формата юсб тайп си пара карточек для записи наши сид фразы они сейчас нам понадобится 4 наклейки трезер различных цветов и формы имени мануал в котором нет ни слова про настройку самого кошелька а вот сам кошелек идет в комплекте с дополнительной магнитной площадкой эта площадка позволит вам зафиксировать ваш кошелек в нужном месте допустим вашем чемодане чтобы кошелек не болтался внутреннего кошелек весит всего 20 грамма обращаем особое внимание на наличие голографические наклейки на разъеме кошелька и на ее целостность вот принципе вся комплектация отправляемся его настраивать первым делом нам нужно избавиться от голографической наклейки с трудом отковыриваем ее и обращаю внимание что от нее остались неприятные следы но любой лосьон на спиртовой основе и пару минут вашего времени избавит вас от этой проблемы далее мы берем в руки кабель который шел у нас в комплекте и с усилием вставляем его до конца до щелчка обращаю ваше внимание что вставляется он туда именно с усилием теперь отправляемся к нашему компьютеру итак первым делом для начала настройки нашего кошелька мы должны перейти на трезер его слышь . старт все необходимые ссылки повторюсь будут в описании и подписано на будет для начала настройки кошелька трезер переходим сюда переходим на этот сайт и видим перед собой следующее на предлагает установить десктоп версию что я рекомендую сделать но к сожалению она доступна только пользователям windows 10 mac os и linux если у вас не windows 10 то для вас есть веб-версия кошелька при нажатии на данную кнопку вы попадаете на веб-версию где вы сможете также управлять своей криптовалютой об этом мы поговорим чуть позже в данный момент мы рассмотрим первую версию управлению ваших кошелька при помощи специального полу который устанавливается на ваш компьютер точно так же как для пользователей кошельками ledger есть возможность установить себе на компьютер ledger live и видеть красиво все графическом варианте и управлять криптовалютой через специальные по установленные на компьютер и так для того чтобы установить приложение просто нажимаем на эту зеленую кнопку происходит скачиваем нашего файла хочу заметить рекомендую всем использовать именно браузер google chrome потому что в нем все это работает без проблем все наше приложение скачалось открываем его левой кнопкой мышки ничего не меняем в этом окне нажимаем установить не снимая галочку нажимаем кнопку готово происходит запуск нашего приложения мы также можем закрепить его сразу на начальном экране чтобы у вас как у меня ledger live всегда был призапуск компьютера вот здесь внизу находился просто правой кнопкой на него кликаем и нажимаем закрепить хочу заметить что на вашем рабочем столе появится вот такой вот значок возвращаемся наше приложение где мы можем его развернуть на весь экран для удобства работы с ним подсоединяем наш кошелек юсби порту нашего компьютера видим сразу что наше устройство начинает реагировать и запускаться на компьютере слышим такой звук то означает что мы все сделали правильно нажимаем конфер и переходим к установке и запуску нашего кошелька нажимаем setup трезер где нам предлагают сразу же обновить наше устройство из вашего устройства которое пришло к вам имеет свежую прошивку то этого пункта у вас не будет но у большинства пользователей всегда будет выскакивать данное окно на данный момент самая последняя прошивка 2.4.1 и мы обязаны и установить до этого нажимаем зеленую кнопку установки прошивки и нам остается только подождать обращая внимание что нашим устройством и также визуально видим весь процесс установки после установки прошивки устройство автоматически отсоединяется от компьютера хотя кабель остается в него и перезагружается мы кабель не трогаем ничего не дергаем нажимаем после того как наше устройство снова определилась вылезут такое уведомление кнопочку continue где мы уже можем смело приступать к созданию и либо восстановлению старого нашего кошелька у многих пользователей часто возникают вопросы на данной стадии и их задают мне в комментариях что будет если компания трезер допустим обанкротится и исчезнет ничего ребята не будет у вас будет сид фраза который мы сейчас будем создавать и вы сможете по ней восстановить всю свою криптовалюту в любом другом кошельке не обязательно для этого покупать трезер так же как и в трезере вы можете восстановить допустим леджер представим ситуацию что леджер перестал существовать а трезер еще есть мы покупаем трезер и тогда мы нажимаем сюда рекавери валют и вводим все свои секретные фразы после чего кошелек включается и отображает уже нам всю нашу криптовалюту сегодня в этом видео мы создаем с вами новый кошелек нажимаем креет юалин на я данной странице нам нужно выбрать именно первый пункт стандартные сид фраза восстановления нажимаем на нее и где нас просят подтвердить данное действие на нашем кошельке нажимаем зеленую галочку и наш компьютер нас оповещает что наше устройство готово далее нажимаем кнопку креет бэкап ставим галочки возле каждого пункта и нажимаем зеленую кнопку и в данный момент нам нужно подтвердить наше согласие на нашем кошельке для этого нажимаем зеленую кнопку на самом устройстве и сразу же видим начало создания нашего кошелька именно об этих словах шла речь мы должны переписать их на нашу карточку который идет в комплекте с первого и до последнего пункта первое слово у нас project заносим его в первый пункт нашей карточки второе слово нас мобайл записываем его во второй пункт нашей карточки чтобы увидеть следующие слова просто свапаем снизу вверх на нашем экране и так заполняем нашу карту до самого конца снова свапаем снизу вверх и продолжаем всего нам будет предложено записать 12 слов и видим на нашем кошельке зеленую кнопку где нажимаем и удерживаем данную кнопку после того как видим такую зеленую галочку отпускаем ее далее наш кошелек просит проверить нашу секретную фразу и спрашивает нас конкретно в второе слово из 12 в данном случае у вас может спрашивать и пятое и седьмое слово внимательно смотрим что написано у нас на экране кошелька у меня просят второе слово данное слово мобайл и из предложенных но и слов я должен нажать пальцем именно на это слово далее меня спрашивает шестое слово шестое слово engage я выбираю его все по тому же принципу на экране устройств и так до самого конца пока устройство не предложит продолжить настройку и уже на третьем слое нам предлагает продолжить настройку устройства дальше нажимаем кнопку continue и еще раз кнопку continue далее возвращаемся к нам на компьютер нажимаем continue to pin в данный момент мы будем устанавливать пин-код на нашем устройстве set pin где на нашем кошельке нажимаем зеленую галочку далее придумываем наш пин-код я сделал в данный момент простой вам рекомендую сделать сложный который будете знать только вы для примера я выберу четыре единицы пин-код может содержать от четырех до восьми цифр устанавливаем нужную длину пин-кода и нажимаем зеленую галочку теперь нам нужно подтвердить наш пароль выводите свой я вожу свои четыре единицы нажимаем зеленую галку создается наш пин-код после чего нас поздравляют нам осталось нажать на зеленую кнопку как видим здесь выскакивает предупреждение что пин-код установлен хочу сказать вам сразу что если вы вдруг забудете свой пин-код то при каждом новом неправильном вводе пин-кода ваше время на следующий год будет увеличиваться в разы если вы первый раз вводите пин-код неправильно вам разрешают ввести его снова не заводите два-три раза подряд неправильно то ограничивается определенным временем если бы точно приблизительно до часа и с каждым разом при следующей попытке каждой следующей попытки это время нарастает и увеличивается конкретно на 39 попытки вам будут предложено ввести пин-код через 34 года только следующий раз и на 80 попытки приблизительно через сто лет поэтому ребята пин-код тоже важно помнить это создано для того чтобы если вдруг вы где-то потеряли свой кошелек то пока злоумышленник будет подбирать эти пин-коды к вашему кошельку у вас было время восстановить всю свою криптовалюту в новом кошельке и вывести ее с него и так продолжаем нажимаем кнопку continue все мы видим перед собой приветственное окно и видим какие уже криптовалюты предустановлены внутри нашего кошелька где мы можем сразу выбрать все криптовалюты поставить напротив них галочки кошельки которых мы сразу же хотим установить к нам на кошелек в данный момент я не буду устанавливать все чтобы не затягивать видео оставлю лишь 5 криптовалют спускаемся чуть ниже и нажимаем кнопку complete setup далее мы можем дать нашим кошельку имя нажимаем кнопку edit name я назову его профит вы можете назвать его хоть васи хоть петель называете его как вам удобно после этого нажимаем access suit где видим перед собой такое окно выбираем стандарт валет и видим перед собой дашборд значок глазика позволяет нам скрыть нашу криптовалюту и наши балансы нажимаем на него и видим что все стало мутным далее у нас значок уведомлений где мы видим всю активность по нашему кошельку здесь также будут отображаться все наши транзакции и абсолютно все действия с данным кошельком в настройках мы можем нажать на клавишу all и перейти более расширенные настройки где есть настройки для приложения в котором мы сейчас находимся отдельно для нашего девайса кошелька трезер и для криптовалюты где мы можем включать отключать нужные и ненужные нам кошельки первым меню мы можем выбрать язык но к сожалению в данный момент есть только испанский и английский я уверен что в ближайшее время здесь появится русский и китайский далее мы можем выбрать валюту в которой будет отображаться все наши балансы если я хочу чтобы это было в рублях то ставлю здесь рубли теперь вся моя криптовалюта будет показывать балансы именно в рублях остальные настройки мы рассматривать не будем потому как они не особо нужны для уверенного и правильного пользования кошельком единственно следует обратить внимание что мы можем включить тему ночную я оставлю в данный момент по умолчанию далее переходим к настройкам девайс где из всего этого меню главным для нас является эта версия нашей прошивки здесь мы можем нажать на кнопку up to date где мы видим версию нашего устройства и версию прошивки которая доступна в данный момент и если вдруг у нас старая версия прошивки то мы просто нажимаем кнопку install и происходит установка новой версии прошивки здесь ребята устройство обновляется просто в пару кликов далее здесь мы можем включить отключить пин-код с чего я мне рекомендую делать пин-код никогда не отключайте мы можем его сменить нажать кнопку change pin тоже не рекомендую это делать сделали один пин-код записали его и пользуйтесь одним и тем же если вы будете постоянно менять пин-коды в итоге рано или поздно вы забудете их и будете ждать 100 лет до момента ввода нового пин-кода ниже мы можем поменять имя нашего устройства если вдруг мы решили изменить его как я сказал я хочу называть его профит нажимаем и динам и подтверждаем данное действие на нашем кошельке нажимая всю ту же зеленую галочку как видите слева вверху наше устройство поменяла наше название остальные пункты в данном меню более для баловства где вы можете поменять допустим картинку на приветственном окне вашего кошелька либо выбрать из уже существующих нажимаем сюда и выбираем что нам интересно допустим doggy coin выбираем его и подтверждаем зеленой галочки на нашем экране теперь мы будем видеть прикольную собаку у нас на экране также в этом меню можно установить свою картинку на заставку для этого картинка должна иметь разрешение 144 на 144 пикселя и иметь формат png либо jpeg где для тех кто умеет управляться фотошопом займет создать буквально 30 секунд нажимаем upload image выбираем нашу картинку и нажимаем change home screen где подтверждаем данное действие на нашем кошельке теперь наш кошелек выглядит немного приятнее для наших глаз для нас имеет значение остальные пункты намного больше чем вот это баловство которым мы рассмотрели только что чтобы обнулить свой кошелек стереть с него все данные и подарить его допустим другу при покупке более свежей модели до этого нам достаточно просто нажать white memory поставить здесь галочки и нажать white memory нам нужно будет нажать и данную красную кнопку и держать до момента пока наш кошелек не начнет свое стирание в данный момент я этого делать не буду поэтому нажимаю крестик далее мы можем установить кастомную прошивку то есть пользовательскую собрать его по запчастям что я вам тоже не рекомендую делать искать его на каких-то левых сайтах и ставить себе левую прошивку ваша сеть фраза обязательно уйдет к злоумышленнику оставляем все как есть далее переходим к самому важному как мы будем добавлять и управлять своей криптовалюты во вкладке крипто мы можем включить и отключить ту криптовалюту которую хотим чтобы у нас отображалась на нашем дашборде то есть вот здесь переходим настройки крипто и включаем или выключаем ту криптовалюту которая нам не нужна допустим я убираю xrp возвращаюсь на дашбор и как ним здесь он исчез возвращаемся настройки крипто включаем наш xrp возвращаемся дашборд и видим что наших серпе начинает подтягиваться наша криптовалюта подтянулась и мы ее можем здесь видеть таким методом вы можете прятать ту криптовалюту которую вас есть на кошельке но хотите скрыть ее от посторонних глаз которые наблюдают как и что вы здесь переводите теперь мы научимся с вами управлять нашей криптовалюты получать ее сюда и отправлять эту криптовалюту с нашего кошелька и так теперь давайте научимся пополнять наш кошелек криптовалюты я для примера буду использовать биржи binance и хочу получить эфир классик биржа binance является топ-1 бирже если ты еще до сих пор дружище не зарегистрироваться на данной бирже то ты очень многое потерял на моем канале есть отдельные видео по этому поводу как правильно зарегистрироваться и верифицироваться без проблем за несколько минут на данной бирже это позволит тебе не только покупать криптовалюту также продавать как ее покупать и продавать с твоей банковской карты я рассказываю в отдельном видео бинас петупи все эти ссылочки сейчас ты видишь вверху на экране и увидишь внизу под видео посмотри изучить и благодаря этим дом видео сможешь легко войти в мир криптовалюты иду во вкладку кошелек fiat и spot так как мы хотим вывести с нашей биржи криптовалют к себе на кошелек для этого нажимаем кнопку вывод вверху выбираем наш токен эфир classic далее нам нужно вставить сюда наш кошелек для этого возвращаемся к нам в приложение выбираем эфир classic нажимаем на него и выбираем кнопку receive receive это значит получить токен загрузить его в наш кошелек цент это отправить данный момент мы хотим получить нажимаем receive и видим наш адрес чтобы увидеть его полностью нажимаем show full адрес внимательные ребята проверяем его здесь и на нашем кошельке чтобы он полностью совпадал только после этого мы подтверждаем зеленой галочкой что наш адрес совпадает на нашем кошельке нажимаем кнопку копий адрес и возвращаемся к нам на биржу вставляем в поле адрес получателя наш кошелек убеждаемся что это именно он я запомнил вы всегда проверяйте ребята так ноги попадаются у многих есть вирус на компьютере и когда вы вставляете свой адрес суда на самом деле вставляется адрес другого человека и эти деньги уходят ему это вирусы распространенные и очень часто так многие люди теряют свою криптовалюту далее я выбираю сеть всегда выбирайте по названию монеты если это эфир classic то и сеть здесь должна быть эфир classic думаю это понятно далее я выведу абсолютно все свои эфирки кстати ребята сейчас эфир классический стоит аж 54 доллара и совсем недавно достигал отметку аж 181 доллар а эфир обычный стоит в данный момент аж 3199 долларов обязательно пиши в комментариях какой курс данных криптовалют у тебя сейчас и так убедились что мы все заполнили правильно нажимаем кнопку вывод нажимаем продолжить и вводим все свои коды безопасности для вывода криптовалюты с биржи бинац и нажимаем кнопку отправить завершить все наши средства ушли встречаем их на нашем кошельке идем во вкладку дашборд спускаемся пониже и видим что наш криптовалюта пришла к нам на кошелек как раз возвращаемся к тому моменту где в настройках выставляли рублей видим курс криптовалюты в рублях на данный момент каждого токена и сколько стоит в данный момент вся наша криптовалюта это 5321 рубль стоит наши 1,33 эфира классика где при нажатии на конкретно нужную на криптовалюту мы увидим весь список наших транзакций которые мы осуществляли на данном кошельке что мы получали что мы отправляли и сейчас я научу вас выводить криптовалюту с вашего кошелька для этого выбираем нашу криптовалюту которых захотели вдруг внезапно вывести и нажимаем кнопку send поле адрес мы должны указать адрес того кошелька куда мы хотим отправить нашу криптовалют для примера я буду использовать все ту же биржи бинанс возвращаясь к себе на биржу выбирая кошелек fiat и spot уже хочу сделать ввод на биржу поэтому выбираю кнопку ввод ищу в поиске эфир classic выбирая его выбираю сеть как определить ее я вас уже учил и нам предоставляется наш адрес кошелька эфира классика на наши биржи именно на него мы должны отправить наши средства копируем наш кошелек возвращаемся в трейзер сьют вставляем именно сюда наш кошелек проверяем что этот адрес именно тот который указывается у нас здесь да все верно если у вас происходит красная надпись нажимаем конверту чек сумм адрес где у нас адрес остается абсолютно тот же и только после этого указываем ту сумму которую мы хотим вывести мы можем указать конкретно нужную сумму либо вывести все нажав кнопочку send макс хочу обратить внимание что если мы убираем с этого поля мышку то эта кнопка исчезает поэтому новым на название криптовалюты и выбираем send макс нас выставляется именно та часть криптовалюту которую мы можем вывести остальное уйдет на оплату комиссии как я сказал уже газ мы не меняем для вывода нашей криптовалюты нажимаем зеленую кнопочку send обращаем внимание на наш кошелек где мы должны ввести пин-код от нашего кошелька у меня это 4 единицы после этого нажать зеленую галочку и подтвердить нашу транзакцию обязательно сверяем наш адрес который пишется у нас на экране с адресом который указан на кошельке здесь у меня указан c2c и на нашем кошельке абсолютно тот же адрес для подтверждения транзакции нажимаем зеленую галочку далее нажимаем на кнопку hold to confirm и держим пока не увидим нашу отправленную транзакцию после того как увидели такую зеленую галочку можем отпускать нажимаем кнопку send все наша транзакция ушла где спустившись чуть пониже мы видим нашу транзакцию нажав на нее мы можем увидеть количество подтверждений и судя по тому что здесь надпись confirmant они в ожидании наша криптовалюта уже ушла с нашего кошелька возвращаемся к нам на биржу абсолютно в этой же вкладке где мы искали адрес для ввода нашей криптовалюты мы просто обновляем данную страницу спускаемся после этого чуть пониже и видим что к нам поступили наши средства так вот ребята все легко и просто происходит хранить свою криптовалюту на трезере стало очень удобно благодаря этому интерфейсу трезер сьют подальше будет именно то что отличает мой канал от всех остальных у большинство из вас на данный момент в пользу кошельком возникнет очень неприятный вопрос как же быть с остальной криптовалюты которые я хочу отправить на данный кошелек потому что если мы зайдем в настройки выберем крипто то увидим весь список криптовалют который по умолчанию поддержит данный кошелек а если мы перейдем на сайт трезер и о слышь coins ссылку на его я также оставлю в описании то мы увидим список практически из двух-трех тысяч криптовалют который поддерживает данный кошелек модель т здесь вверху вы также сразу можете ввести интересующий вас токен допустим меня интересует usdt где вы сможете убедиться что данный токен полностью продерживается трезер сьют напрашивается вопрос почему его здесь нет все очень просто ребята все эти токены является форками эфира и если вы обратите внимание то возле каждого токена написано и rc20 именно поэтому нет никаких проблем в хранении всех остальных криптовалют на вашем кошельке и сейчас мы разберемся как это можно сделать я разберу пример на токене usdt версии 20 в списке поддержанных криптовалют по умолчанию его нету по аналогии с этим примером вы сможете пересылать на данный кошелек абсолютно любые токены но для того что управлять токенами и rc20 на данном кошельке в первую очередь нам нужно иметь главный токен а этот токен называется эфир обычно стандартный эфир и rc20 если вы пришлете сюда токен и rc20 и не будет на этот момент иметь токен эфира ничего страшного но если вы захотите вывести эту криптовалюту допустим токен usdt то для того чтобы его отправить вам придется иметь токен эфира для оплаты комиссии все остальные токены которые вы будете присылать и напротив которых написано rc20 комиссию за отправку этих токенов с вашего кошелька на бирже или другие кошельки вы должны будете оплачивать в токене эфир поэтому изначально мы получаем эфир к себе на кошелек чем сейчас и займемся для этого нажимаем на наш токен жмем receive получить и открываем наш адрес нажимая на зеленую кнопку подтверждаем данное действие на нашем кошельке вводим пин-код видим наш адрес на кошельке и подтверждаем его копируем адрес возвращаемся к нам на бирже нажимаем кошелек fiat и spot вывод выбираем нашу криптовалюту я буду вводить в эфир поле адрес получателя вставляем наш кошелек который вы только что скопировали вот здесь проверяем что это именно он выбираем сеть обязательно rc20 другие сети данный кошелек в данный момент не поддерживает нажимаем все если хотим вывести все нажимаем вывод нажимаем продолжить получаем все коды безопасности и вводим их и нажимаем кнопку отправить завершить спускаемся чуть ниже видим что наши средства находится в процессе отправки возвращаемся на наш кошелек на вкладку дашборд и ожидаем поступления наших средств спустя пару минут я вижу весь свой эфир который выводил у себя на кошельке и так ребят после этого мы можем отправлять на данный кошелек любые токены версии 20 и управлять ими отправлять их переводить кому угодно для того чтобы нам прислать сюда любой токен из списка напротив которой есть версии 20 нам достаточно просто вернуться к нам в трезер suit и скопировать все тот же адрес эфира нажимаем receive show full адрес подтверждаем этот адрес на нашем кошельке нажатием на зеленую кнопку копируем снова наш адрес и в данный момент для примера отправлю токен usdt в сети и rc20 что продемонстрировать вам принцип отправки абсолютно всех остальных токенов той же сети выбирая в поиске нужную нам криптовалюту это usdt у меня указываю сюда именно адрес эфиры напоминаю еще раз на адрес эфир вы можете абсолютно любые токены в сети и rc20 посылать напротив которых есть такая надпись выбираю сеть обращаю внимание всегда и rc20 указываем сумму которую мы хотим вывести например 125 долларов я хочу вывести обращаю внимание что здесь комиссия оплачивается именно в том токене который вы выводите с биржи нажимаем вывод продолжить и вводим все коды безопасности нажимаем кнопку отправить завершить все наша транзакция ушла возвращаемся трейдер сьют дашборд и ожидаем поступления наших средств будет очень интересно как это будет выглядеть когда в нашем списке этих токенов нет спустя какое-то время мы можем проверять наш usdt для этого нажимаем на вкладку эфира и идем во вкладку токенс и как видим пожалуйста наш usdt у нас на месте в количестве 100 штук и равно это 7284 рубля во вкладке over wave мы можем видеть все транзакции которые мы отправляли сюда не только эфировские но и все токены которые находятся в сети и rc20 чуть ниже мы видим что мы получили свой эфир и токен usdt и во вкладке токенс вот здесь у вас будет весь список токенов и rc20 которые вы будете получать но ребята существуют такие токены которые трезер сьют по умолчанию не начнет здесь отображать для этого здесь есть дополнительная кнопка с тремя точками где мы можем нажать на нее и добавить токен вручную это токенс сюда мы должны вставить адрес смарт-контракта примером допустим может служить такой токен как shiba inu для того чтобы найти адрес смарт-контракта токена нам достаточно перейти в coin market cup все ссылки повторяюсь будут в описании под видео найти нужный нам токен выбрать его и напротив значка эфира можем скопировать наш адрес смарт-контракта нажимаем копировать возвращаем с трейзер сьют нажимаем пест то есть вставить и этот токен все как видите наш токен начал отображаться и если мы прислали бы сюда шибу они бы здесь отобразились хотя по умолчанию не все токены повторюсь ребят здесь будут отображаться напоминаю три точки и токен и вставляем адрес смарт-контракта обязательно лайк ставь если ты еще его не поставил вот так вот ребята все легко и просто происходит когда вы нашли толковую инструкцию теперь давайте разберемся как отправлять эти токены с нашего кошелька вы купили токены накидали себе на кошелек прошел год вы решили их вывести для того чтобы ввести токены версии 20 который у нас находится во вкладке эфириум переходим в нее выбираем токенс и будем сейчас выводить свою sdt для этого мы должны нажать кнопку send и вот сюда вставить адрес нашего кошелька usdt того места куда мы отправляем наши токены я буду использовать биржу binance возвращаюсь на биржу кошелек fiat spot мы будем вводить криптовалюту на биржу поэтому нажимаем кнопку вот в поиске ищем usdt и выбираем сеть ерси 20 ребят не путаем иначе ваши токены могут улететь в неизвестном направлении копируем наш адрес c2c запоминаем вставляем его суда нажимаем кнопку конверт все наш адрес нормально отобразился и я хочу сейчас отправить наш токен usdt но здесь написан этаж для этого мы нажимаем сюда и выбираем конкретно тот токен который хотим отправить я буду отправлять токен usdt далее я хочу вывести все поэтому нажимаю send макс спускаемся чуть ниже и видим сумму комиссии которую мы заплатим за эту транзакцию очень большая комиссия ребят ничего не поделаешь час времена сложные и сеть эфира очень загружены я мне рекомендую вручную выставлять здесь что-либо потому как ваша транзакция может просто зависнуть на несколько часов а то и несколько недель и вы будете ждать свои токены пока они не придут поэтому оставляйте по умолчанию да я заплачу очень большую сумму поэтому ребята обязательно ставьте лайк там как я снимаю видео для того чтобы понимали как пользоваться этим кошельком и теряю такие вот суммы обращаем внимание что комиссию мы как я и сказал будем платить токенах эфира всех токенов ерси 20 который мы будем отправлять данного кошелька если мы со всем этим согласны нажимаем зеленую кнопку для отправки наших средств подтверждаем данное действие на нашем кошельке вводим пин-код проверяем адрес если все правильно нажимаем зеленую галочку нажимаем удержим палец на зеленой надписи и при появлении галочки отпускаем палец на компьютере нажимаем send и видим что наша транзакция 100 usdt ушли к нам на бирже спускаемся чуть ниже и видим нашу транзакцию как видите статус транзакции сменился на отправленный возвращаемся к нам на биржу где тут же поле ввод криптовалюты просто обновляем страницу спускаемся чуть пониже и видим что 100 usdt пришли к нам на нашу биржу если мы захотим вывести свой эфир весь оставшийся с нашего кошелька то также вставляем сюда наш адрес эфира нажимаем конверт я хочу именно эфир вывести вы нажимаю сэнд макс вижу что в данный момент транзакция уже дешевле будет стоить видимо что-то изменилось блокчейне в данный момент нажимаю ревейт и сэн чтобы вывести абсолютно все с данного кошелька подтверждаю транзакцию на нашем кошельке удерживаю зеленую кнопку и нажимаю сэнд вот с такой вот скоростью ребята можно отправлять всю свою криптовалюту с вашего кошелька трезер как видите транзакция моментально ушла и сразу же подтверждена обновляем спускаемся ниже и видим что эфир уже на у нас на бирже ребята транзакция прошла буквально секунд за 30 даже наверное поменьше возвращаемся дашборд и наблюдаем что в данный момент на моем кошельке осталось просто 0 средств теперь ребята вы профессионалы по управлению и пользованию кошельком трезер но хочу обратить внимание что некоторые криптовалюты поддерживаются определенными кошельками только и нет а возможность управлять этими токенами в трезер сьют допустим такой токен как xrp вы можете управлять как трезер сьют так экзодус то есть в этом проблем нету все стандартно как мы сейчас с вами рассматривали а такой токен например как стеллер xlm вы не сможете управлять данным токеном через веб-интерфейс и приложение трезер сьют но зато вы можете управлять им в кошельке экзодус такой токен допустим как avalanche avax вы сможете подсоединить к май крипто либо к сайту май эзер валят данном видео я останавливаться на данном моменте не буду у меня есть полноценный обзор на кошелек трезер ван где я рассматривал функционал этого кошелька и рассказывал как управлять кошельком трезер через в интерфейс экзодус и май эзер валят если для вас этот момент важен то в описании под тем обзором вы можете найти тайм-коды где будет указано как пользоваться конкретно кошельком трезер в связке с май эзер валят и экзодус нажимаете на нужный вам тайм-код и попадаете именно на нужную вам часть видео теперь нам осталось рассмотреть тот вариант когда у вас не windows 10 и приложение которые вы пытаетесь скачать не устанавливается что делать в таком случае для этого все с того же сайта который под видео есть сьют резер и остар вы переходите нажимая на данную ссылку это тот же самый интерфейс только в вашем браузере для того чтобы начать им пользоваться нам достаточно в данный момент просто подсоединить наш трезер к нашему пк вставляем юсб порт компьютер наш кошелек наш трезер в данный момент заблокирован вводим наш код слышим такой звук и нажимаем после этого звука кнопочку fin trezor как видите у нас трезер определился выделяем его нажимаем подключение здесь мы ничего не меняем нажимаем конферк далее жмем кнопку отец suit стандарт валят и как видите наш кошелек полностью загрузился здесь будет абсолютно все то же самое по управлению также есть вкладка аккаунт где вы видите свои аккаунты также есть вкладка настройка и крипто где вы можете включить и отключить ненужного криптовалюту все происходит ребята абсолютно также поэтому ни у кого из вас проблем не возникнет абсолютно идентичное управление и настройка что через приложение установленные на компьютер трезер сьют как видите все то же самое что через веб-интерфейс кошелька как видите также в этом веб-интерфейсе мы видим всю историю наших транзакций и абсолютно также происходит пополнение кошелька и вывод средств с нашего кошелька абсолютно также во вкладке эфира мы сможем добавлять необходимые нам токены и видеть их все в нашем списке думаю на это можно завершать и я уверен что я точно заслужил лайк и твою подписку и для тех кто досмотрел это видео до конца подписался на мой канал и нажал колокольчик а также оставить комментарий под этим видео я разыграю два топового кошелька трезер один из них будет резерван другой будет трезер т который вы сейчас видели в этом видео все что для этого нужно сделать я вам сказал также вступать мой телеграм-канал антон профит где я опубликую все результаты розыгрыша уже через несколько недель кстати мы с моим подписчиками моей группы зарабатываем миллионы многие из них стали миллионерами если ты в это не веришь зайди в наш чат поспрашивай и убедишься в этом а я вам искренне желаю никогда не терять свою криптовалюту с вами был антон профит всем удачи всем пока